Ваш комментарий по итогам сегодняшней игры? Точнее, ваше превосходство в стиле? Да. Пожалуйста, микрофон. Сергей, добрый вечер. Издание «Миры спорта». Косяков Александр. Мы вас поздравляем с дебютом в Москве, в премьер-лиге. Команда смотрелась очень хорошо. Было хорошее движение, была самоотдача. И видно было, как вы до конца переживали за результат. При счете 2-0 гнали команду вперед. Вот скажите, на ваш взгляд, что все-таки не хватило? И вы поменяли много игроков. И какие у вас сейчас для игроков будут претензии, когда будете разбирать защита, ползащита или нападение? Потому что команда выглядела сбалансированной достаточно. Не было провалов и компактно играть. Спасибо. Мы уже разобрали игру по горячим следам. Сейчас у нас все мысли уже о факеле, о следующем туре. Это что касается прошедшей игры. Что касается состояния, то можно все три игры последней наше вспомнить. И я скажу, что мы физически были лучше всех трех соперников в этих матчах. Единственное, что нам не хватило и над чем нужно работать. Это то, что я сказал в начале. Нам нужно набраться некоторым игрокам опыта в противостоянии с таким соперником. И нужно научиться терпеть. Были ключевые моменты матча, где мы не дотерпели при завершении атак, не дотерпели при переходах. И, соответственно, уже в своей штрафной тоже был эпизод, когда мы, конечно, не можем так позволять сопернику легко нам забивать. Вопрос по судейству. Очень много скандалов в целом по первым турам и матчам в Кубках. Вы в прошлый сезон выступали в первой лиге. Сейчас в премьер-лиге. Как вам, во-первых, есть ли разница в уровне судей и судействе? И как вам в целом судейство матчей Балтики в первых трех в этом сезоне? Вы приезжаете к нам в ноябре. По-моему, в ноябре мы играем 25-го с вами. Спартаком. Поэтому тогда у меня, может, какая-то уже картина появится по судейству в премьер-лиге. Вообще, это разница колоссальная, потому что вара нет, ФНЛ. Это просто средневековье. Здесь цивилизация. Следующий вопрос, коллега, пожалуйста. Добрый вечер, Роман Романов. Как вы и сказали, и другие все подбители, коллеги, команда показала хорошую, отличную физическую подготовку. Нет ли у вас опасений, что команда сейчас находится на пике физической формы и хватит ли этого пика до конца декабря? Мы точно находимся не на пике. Пик – это все-таки, когда мы наберем через игры уже, наверное, свои оптимальные кондиции. Обычно видно пятый, седьмой, десятый тур. Видно, как команда физически выглядит и как она будет дальше играть. Есть у нее фундамент. Поэтому после трех игр, тем более таких непростых, рано какие-то выводы делать относительно формы. Вообще, кружеский, кандидат Ру. Сергей Товарищ, вот просто три игры. У вас одно в сезоне, одна победа, два в пространстве. Можете сменить по 5-мальных в коле остался сезон для Балтики. И вот из компаний, которые вы говорили в серии, которые у вас в этих матчах, 5-м, вам хотелось, чтобы команда быстрее все упрепляет? В чем момент? Хороший вопрос. В чемпионате, конечно, это твердая двойка. В кубке это пятерка. А в чем прибавлять? Я думаю, что вы лучше меня напишите после сегодняшней игры, в чем нужно прибавлять. Я уже сказал об этом, что нам нужно чуть-чуть обтереться. К сожалению, мы об этом говорили и перед сезоном, чтобы мы не тратили время на адаптацию к этой лиге. Потому что эта лига выплюнет нас обратно в ФНЛ, если мы будем позволять себе такие ошибки. И исключительно в характере будем проигрывать каких-то микроэпизодов, в ключевых эпизодах матча. Это то, что отличает топ-команду от середняка или слабой команды. Поэтому в этом компоненте нам нужно быстренько прибавить, чтобы не терять в следующих матчах драгоценные очки. Будут еще вопросы? Владимир Степанов, отличный футбол. Сергей Николаевич, спасибо за игру. За то, что вы практически 90 минут заставили «Спартак» серьезно до самого конца бороться. Если бы мастерства, наверное, у ваших игроков было побольше, то он был так привык на 50-60 минут и могли и раньше повернуть игру. С точки зрения вопрос первого, это вот то, что в перерыве там или человек, команды остались на поле. Это скорее психологически привыкнуть к полю, к обстановке и так далее. Или каждый раз вы прыгаете именно в Москве на стадионе «Спартак». Или это вы всегда делаете? В перерыве? Да, в перерыве. В перерыве запасные разминаются? Это обычная практика. Обычная практика. Второй вопрос. Забуду, да. И все-таки ваше прошлое армейское, оно какое-то сказывалось на вас с точки зрения подготовки к этому матчу? Насколько команда была мотивирована вами для того, чтобы вашего бывшего, основного соперника все-таки наказать и отобрать очевидно? Нет, у меня не было времени вспоминать мое прошлое. Мы живем в настоящем и будущем. Поэтому можно было много слов сказать перед этой игрой, перед игрой с таким соперником. Но я думаю, что они тоже были лишними. И здесь не настраивать. Кого-то нужно было успокаивать и правильно направлять, чтобы проявить свои лучшие качества. Спасибо большое. Заключите на вопрос, давайте. Ярослав Сусов, Sports.ru. Перед началом сезона спонсоры «Балтики» и «Рустех» говорили, что цель «Балтики» – они хотели увидеть «Балтику» в середней таблице по итогам этого сезона. Вы как считаете, какие цели перед собой ставите, на что способна «Балтика» с чего-то такого нечуточного старта? Посмотрим, на что мы способны. Цель, безусловно, цепляться за каждую матч, за каждое очко. И, безусловно, задачу выиграть каждый матч из нас никто не снимал. Это задача минимум, которую мы в коллективе перед собой ставим. Асад с РП? Выиграть каждый матч. Всем спасибо. Давайте. Сергей Николаевич, вы сделали рано замену в перерыве и потом на 53-й минуте практически. Это означает то, что вы сильно недовольны. Можете прокомментировать замены? Потом это уже понятно, а вот все-таки эти три замены. Нет, это ни в коем случае не недовольство. Они были плановые. Мы понимали, что три дня после Краснодара – это мало для того, чтобы восстановиться. Потому что мы в «Файнел» летали. Туда прекрасно понимаем. И мы знали маршрут «Спартака». Он был очень сложный. Мы бы по-другому, честно говоря, летели бы. Поэтому было понятно, что мы будем лучше функционально. Мы об этом ребятам говорили. И замены были планы, чтобы освежать игру, чтобы не проседать. В центре поля, когда переходы начались, поменяли всю полузащиту практически. Поменяли нападающих, поменяли латерали уже в конце. Поэтому эти замены были продуманы. Всем большое спасибо.